Ну что, сегодня мы с вами поговорим о такой немаловажной вещи, как забарьеривание рабочих поверхностей, с которыми нам приходится сталкиваться, на котором нам приходится работать именно в процессе создания наших с вами датуировок, очень замечательно, потрясающе. Самая главная рабочая наша с вами поверхность, это рабочий наш столик, который заведомо я, конечно, уже обмотал специально, так сказать, пленочкой, обычная пищевая пленка, которая находится у всех, в принципе, на кухне можно найти, можно купить ее в любом хозяйственном магазине, это самый главный наш с вами друг, который нам понадобится именно в забарьеривании наших с вами всех рабочих поверхностей. Рабочий стол, колдер, меньше, конечно, кушетка, для нее используются свои специальные такие вот пеленочки одноразовые, которые надели, поработали, сняли, через них очень плохо просачивается вода, ну, соответственно, конечно, желательно тоже замотать пленочкой нашу с вами рабочую поверхность именно на самой каталке, тем самым мы избежим лишних обрабатываний и всего остального. Итак, как мы приступаем к забарьериванию всех рабочих инструментов, которых мы касаемся в процессе создания татуировки, с которыми мы контактируем, которые контактируют с кожей и кровью клиента, с которыми мы контактируем в процессе нашей с вами работы. Первое, самое главное, это спрей батл. Спрей батл всегда оборачивается нашей с вами любимой пищевой пленкой. Второе, это блок питания, в который мы постоянно обращаемся, мы регулируем обороты машинки, там еще что-то уменьшили, увеличили, соответственно, мы постоянно до него дотрагиваемся. Я использую для забарьеривания моего блока питания вот такие машинбэги, которые изначально были предназначены для индукционных машинок, но очень хорошо подходят именно для этих целей. Вот так вот копочки, все замечательно, соответственно, мы его не трогаем, мы можем регулировать, у нас это все работает, все это включается-выключается, все, в перчаточках собрали, убрали, чтобы он нам не мешал. Так, я тут накрутил, что-то я тут накрутил, непонятно, что я накрутил. Вот. Так, дальше. Сама у нас рабочая поверхность тоже в нашей с вами пленочке. Спрей батл. Вазелин. Вазелин это та субстанция, в которую мы ни в коем случае не лазим в рабочих перчатках. Для этого у нас существуют вот такие вот палочки одноразовые, которыми мы работаем в течение всей нашей работы. Открыли. Набрали нужное определенное нам количество. Ну, допустим, вот так вот смазали. Для того, чтобы не ерзал у нас колпачок по рабочей поверхности, немножечко на тыльную сторону наносим вазелина. Все, он приклеился. Он находится в приклеенном состоянии, он не ездит туда-сюда. Ну, это маленькие такие лаймхаки. Дальше, в дальнейшем вазелин убираем. В следующий раз мы прикасаемся к нему только без рабочих перчаток. Это обязательно, так как существует шанс перекрестного заражения, чего мы должны с вами, что? Избежать. Максимально избежать перекрестного заражения. Друзья, самый главный момент. Краска. Краска, которая у нас в процессе заканчивается, которую нам нужно постоянно подливать, освежать какие-то цвета и все остальное. Соответственно, краска берется только руками чистыми, без перчаток, ни в коем случае. Если нужно долить краску, если у вас закончилась пигмент, капсики, обязательно. Сняли перчатку, чистая рука, грязная рука. Лучше, конечно, желательно сделать обе две чистые руки. Всегда не экономим на перчатках. Перчатки это расходный материал, также как салфетки. Ну, может кто-то из вас работать будет ватными дисками, также как ватные диски это все расходный материал, который одноразовый. Отработали, вышли, допустим, на перекур, перчатки скинули, новые пришли, одели. Соответственно, запомнили, краску никогда не трогаем в разных перчатках. Модули. Кто-то работает модулями, кто-то работает премейдами. Премейды это обычные классические напаянные иглы на штанге и все остальное. Как обращаться с этими вещами? Сейчас я вам покажу это все и покажу наглядно, как забарьеривать машинку. У меня P-нообразная тачка. Почему я работаю ей? Почему мне удобнее ей? Конечно, из целей удобства в большей степени я предпочитаю P-нообразную машинку, так как их забарьерить гораздо проще, чем забарьерить какие-то G-образные тачки, там те же самые Cheyenne и все остальное. Значит, поехали. Как работать с модулями? Обязательно в чистых перчатках, которые вы только что одели. Мы открываем модуль, не вытаскивая его из упаковочки, мы кладем его вот сюда. Берем нашу машинку также чистыми перчатками. Берем специальные рукава, пластиковые рукава, которых сейчас на рынке представлено очень много от разных производителей. Все делается очень просто. распрямили. Здесь у вас остается вот такой хвостик. Почему я делаю такой хвостик? Я его обычно сюда загибаю, чтобы ничего не летело вот сюда. Беру вот такую стретч, называется бинт, стретч бинт. Фиксирую нашу с пленочку на крайнем нижнем положении. Оторвали. Все. Итак, наша машинка с вами забарьерена полностью. Никакие микробы, никакие частички краски, крови и рабочих жидкостей не попадут на саму машинку. Что самое главное при работе именно с P-нообразными тачками. По той простой причине, что сборка-разборка, конечно, есть разбирающиеся машинки, у которых откручивается держатель, автоклавируется и все остальное. Но есть такие машинки, у которых держатель очень маленький, по типу Cheyenne P, и они, по-моему, сейчас не автоклавируются. Или автоклавируются? Я уже, честно говоря, не помню, так как я работаю с Санинским индуктором Vertigo. Меня все устраивает замечательно, потрясающе, великолепно. Далее. Мы берем модуль. Делаем вот здесь небольшое отверстие, то есть протыкаем нашу с вами пленочку. Все. Набрали немножечко вазелинчика на жопку модуля, так как, чтобы смазать ее, чтобы им легче ходило. Вставляем. Все. Наша машинка готова к работе. Она полностью забарьерена, она полностью стерильная. И когда вы будете работать, вы не будете переживать о том, что вы можете занести какое-то перекрестное заражение клиенту, либо же в вашем формате. Мы можем приступать к работе, не беспокоясь о том, что мы можем занести какую-то инфекцию нашему клиенту. Также мы с вами полностью обезопасиваем свое здоровье и рабочее место наше будет содержаться в чистоте и порядке. Итак, друзья, напоследок, когда мы с вами отработали, когда мы с вами закончили работу, все, мы начинаем разбирать наше с вами оборудование. Как это делается? Я работаю по принципу грязная рука и чистая рука. Что это значит? Это значит, удаляем модуль. Все это делается пока все в перчатках. Удаляем модуль, снимаем эластичный бинт, который фиксирует наш с вами рукав. Далее, кладем, снимаем одну перчатку. Снимаем, берем чистой рукой, это держим в грязной руке. Убираем вниз, снимаем перчатку, кладем, не дотрагиваясь до поверхности. Снизу мы разрываем эту пленку. Завернули, завернули, сложили, сложили, скрутили. Вот, все наше грязное рабочее пространство сейчас упаковано в такую пленку. Мы для нее не касаемся с вами чистыми руками. Соответственно, просто потом берем и выбрасываем в мусорное ведро. То же самое мы такую же махинации проводим с холдером, если мы работали на холдере. И то же самое мы с вами также тоже распечатываем наш с вами спрей батл, который в дальнейшем мы заново перед новой работой заворачиваем в эту пищевую пленку. И наше с вами рабочее пространство остается чистым, без загрязнения.